Первые метели декабря пропускную способность тверских дорог заметно снизили. Обстановку на дорогах осложняют и неправильно припаркованные машины. В ГИБДД говорят, они не только занимают целую полосу для движения, но еще и сильно мешают пешеходам. Для борьбы с такими нарушителями в Твери теперь используют видеофиксатор Паркон. Закрепленный на передней панели патрульного автомобиля прибор оборудован системой ГЛОНАСС и двумя телекамерами. Одна записывает дорожные знаки и обстановку, другая распознает номера. Хозяину машины остается только ждать. Письмо счастья. Ежедневно два прибора у нас работают, которые установлены на служебных автомобилях, которые осуществляют объезд определенных участков дорог, где выявляется максимальное количество фиксированных таких нарушений. После чего постановления в автоматическом режиме обрабатываются и направляются непосредственно нарушителям правил дорожного движения. Не дремлет в городе и служба эвакуации. Остановка общественного транспорта, пешеходный переход или знак «остановка запрещена» – вот места, где по правилам дорожного движения водителям лучше не вставать. Но это, как говорят тверитяне, всего лишь теория. На практике под этими знаками негде яблоко упасть. Припаркованную прямо на зебре белую иномарку эвакуатор едва успел оторвать от земли, как на горизонте показался хозяин. На встречу полицейским он шел, широко улыбаясь. Вы водитель, да? Да, я водитель. Почему вы оставили здесь? Вот нарушил, надо отвечать. А почему нарушил? Ответить на этот вопрос нарушитель так и не смог. Разбираться с ним уже будут в ГИБДД. Штраф водителю придется выплатить немалый – полторы тысячи рублей. Перед законом у инспекторов все равны. Словно ягоды в лукошко. Эвакуатор забирает машины и от простой столовой и от альма-матертворских чиновников городской администрации. Пару минут и престижное авто с литовскими номерами зависает в воздухе, а затем бесследно исчезает. Зволнованный хозяин, оказавшийся жителем Вильнюса, объявляется чуть позже. А как вы будете меня извещать, если у меня латвийские номера? Мне интересно. Я вас не извещаю. Хорошо. Вы машину забрали? Забрали. Знака там не стоит. Пешеходный переход. Хорошо. Пешеходный переход. А как я узнаю, где моя машина? Не успела полиция разобраться с одним автомобилем, как эвакуатор уже подцепил на крючок другой, припаркованный прямо на пешеходном переходе у Тверской думы. Сказать «до свидания» красной иномарке хозяин так и не вышел. Зато к стражам дорог подбежал доброжелатель. Я пришел, чтобы сказать еще, чтобы убрали. На газонах стоит, где там не положено. Вот я по этому пришел сказать, чтобы убрали. А кто владелец это не знаете? Я не в курсе. Я не знаю. Может кто-то из Думы. Вряд ли, но не буду. Не знаю, да. А вы тоже в Думе работаете? Я в Думе работаю. За нарушение правил парковки ежедневно полицейские отправляют на штрафстоянку до двух десятков авто. Каждый такой путь обходит совладельцам в круглую сумму от трех до пяти тысяч рублей. Тверетянам есть над чем задуматься, тем более что в ГИБДД давно предупреждали. Время уговоров неправильных парковщиков давно прошло. Пришла пора решительных действий. Ирина Ковень, Виталий Осипов, РЕН-ТВ и Пилот.